Ну че, человек с семьей был в одно время, а потом оп, и уже не моя. Я сейчас понимаю, что у меня там могли быть еще лишние три часа с ней. Мне, да, мне неприятно, но тебя хотелось. Такой ходил, как будто бы он крутой. Я так и себя и прощаюсь, собственно, за все, у меня всегда есть договор. Привет. Привет. Страшно? Да. Так челкаться даже. Да. Начинаешь? Да, давай. Воровал ли ты что-нибудь из магазина? Раз, два, три. Нет. Это была какая-то мелочь, типа жвачек, что-то такое чупа-чупса в детстве. То есть даже не ювелирка какая-нибудь? Нет. Даже не чехол изолтына? Нет, даже не чехол изолтына. Просто мелочь в супермаркете. На кассе. Желочку? Угу. Орбит какой-то. А нет, это была жвачка, которая, помнишь, у нас в детстве была такая лентой? Я понял, хуба-буба. Хуба-буба вроде это была. Все нормально. Такой трофей. Поздравляю. Ты когда-нибудь хотел вернуть бывшего? Раз, два, три. Да. Я даже не знаю, что тут, как прокомментировать. Ты что-то придумай. Ну, может быть, у тебя есть это и до сих пор сейчас ты этого хочешь. Да. Да. Ну, периодически, когда совсем скучно. Ну, че, человек семьей был в одно время, а потом оп, и уже не моя семья. Так. Бывает не очень хорошо. Мне примерно так же, да. Здорово. Нет. Ты когда-нибудь чувствовал, что не можешь простить себя за что-то? Раз, два, три. Нет. Ну, типа, я эгоист же по натуре, по своей, как в большинстве. Ну, ты знаешь, да, и я всегда всегда за все прощаю. Практически. Ну, может, что-то из детства, нет? Ээээ... Детство не считается. Я не понимал, что я делаю. Да не, я хороший. Так-то я молодец же. А ты? У меня тетя умерла от рака. И когда она была уже в больнице, ну, в таком состоянии, когда все уже поняли, что она умрет, я приходила к ней не каждый день. Ну, через день. Она была не в сознании уже на тот момент, но все равно вот я сейчас понимаю, что у меня там могли быть еще лишние три часа с ней. И я вот этой возможностью не воспользовалась. И ты из себя просить не можешь за это? Ну, да, я жалею. Ну, ты же не просто так не приходила, у тебя уже какие-то обстоятельства? Ну, да, я там в школе была, не знаю, что такое. Ну, так ты, получается, не виновата? Ну, все равно, если бы я хотела ходить… Ты бы в школу прогулала, да? Ну, ты же понимаешь, что сейчас это не так важно уже. Ну, не знаю, если бы ты не ходил, потому что тебе было лень, тогда ладно, так ты… Я так из себя и прощаюсь, собственно, за все, у меня всегда есть договорки. Ну, так вот. Ну, ладно, проехали. Окей. А скрывал ли ты когда-нибудь свои отношения от друзей или родственников? Раз, два, три… Нет. Да. Одно время, когда мне было 11 лет, я втюрился в одноклассницу, я тогда еще не понимал, что она дура, но, короче, я думал, что это прям мое… И маме рассказал в первую очередь, она говорит, блин, вот она тебе не парана, вообще не… А потом я за ней бегал 4 года и в один момент я ее просто достал, вот уже, она говорит, все, давай встречай, только отстань, ладно, через месяц ты сам поймешь, типа, ладно. А маме я не сказал, потому что она ее вообще ненавидела, хейтила очень жестко, и я ей не говорил ни слова. Я ей рассказал только уже тогда, когда уже все кончилось, постфактум. И она сказала, типа, ну и дурак. И вот она мне тоже сказала, эта девочка тоже, ну и дурак, что не рассказала. В общем, мы из-за этого-то и расстались так-то. А друзей скрывал? Ну, я не хотел, чтобы кто-то знал, потому что мне было то ли стыдно, то ли еще что-то. Ну, я понимал, что это не мое, но это был такой, знаешь, челленд, сейчас за ней носился столько времени, просто чтобы она была рядом, и теперь я никому не могу об этом рассказать. И мне хреново было, и типа, вот. А друзьям тем более не хотелось бы говорить, вот. У меня не было такого. А у тебя второе нет? Или? У меня нет. А, у меня два нет у меня. Есть ли у тебя какая-нибудь зависимость или вредная привычка? Раз, два, три. Да. Мы курим оба, если это считается. Ну, я пить бросил почти. Ну, будем надеяться, что бросил. Да. Ничего, да, не курил, привычка вредная. Да. Привычка вредная, матерись много, наверное. Ну, а курить бросать ты собираешься? Я много раз хотел, один раз бросил на месяц, а как-то, не знаю, мне лень бросать. Просто не хочется, да, наверное, пока? Ну, я понимаю, что это вредно, что деньги на это уходят. Я же говорил уже много раз об этом, но как-то, знаешь, вот ты идешь по улице, у тебя что-то руки надо занять. В телефоне полазит, ты достал уже, вейп ты не покуришь, потому что от вейпа все-таки flow, а покурить это все это я делал, постоял, под мужичку-то по-фу-фу-фу. Для меня это перерыв какой-то всегда. Типа вот ты работаешь, и ты вышел там на пять минут покурить, как-то отвлекся. Ну, элементарно смену деятельности. Ну, просто ты как-то не знаешь, чипсы поешь, да? Ну у меня это еще и психология. Меня успокаивает это очень сильно. Я когда волнуюсь, могут пурить и равномерные движения, они так влияют. Хорошего. Но сдохну рано. Моя очень? Да. А это как? Мне страшно. Ладно. Я показался тебе привлекательным. Я просто не знаю, как-то. Давай раз, два, три. Да? Давай расскажем историю. Ну давай. Мы однокурсники получается. Да. Учимся вместе, но в разных группах. И когда мы были на первом курсе, я вообще Сашу терпеть не могла. Он оказался мне таким парнем-самцом. Типа такой ходил, как будто бы он крутой. И мне казалось, что он на деле из себя ничего не представляет. Но потом у нас был какой-то учебный проект, съемки видеоролика рекламного. И вот так вот мы как-то начали общаться. Ну, я дополнил. Ладно, так все и было на самом деле. Я Канилу изначально ее и всю ее группу вообще не замечал, потому что универ, первый курс, столько девочек. И одну какую-то заметить всегда сложно. Но когда мы начали видеться в каких-нибудь клубах, там, на улице, мне что-то ты казался такой, честно, ты еще знаешь, что он говорит такой, типа, ааа, я, я, как вот это вот. Никому никогда оно не нравилось, честно скажу, короче, из моего окружения. Ну, мое окружение, тебе еще уроды, вот. И, значит, потом мы попали с тобой на вот эту съемку, когда мы снимались у Алины дома. И нас сблизило то, что мы там играли в семью, короче. Ты была жена, я был мужем. Я должен был тебя бить по сценарию, что я и сделал, собственно, с большим удовольствием, вот. Но потом мы начали. Ты наоборот говорила, что тебе сложно. Мне, да, мне неприятно, но тебя хотелось, и я такой, ну, давай, ну, вот. А потом мы как-то объявились, нас фотклистали, что мы красиво смотрим, и я такой, ух ты, ну да, она вроде ничего, но так и дружина. Я теперь? Да. Оставлял ли ты в беде кого-то, зная, что можешь помочь? Раз, два, три. Да. Меня стормозило, нет. Я, да. Да, было, с Булатиком такое было. Там была такая ситуация, мы были в клубе с ним, и, ну, Булата же знаешь, он, как всегда, на кого-то там кричал, нарвался. В общем, подбирались с ним каким-то чуваком. И бежал Фейсера, разнял их, и, короче, вывели только у Булата. А это урод остался со своей, как он вырос с женой. Ему было лет двадцать на тот момент, я уж не помню, сколько ему было. Но жена у него такая, говорит, знаешь, иди, говорит, я, говорит, оставлю себя. Так, ага, классная у тебя жена другом. Ну, у меня внутри бесит, я подхожу, говорю, а ты че? А, че, меня взбесило, подошел Фейсер, значит, у него спрашивают, ты его ударил, типа, этого мальчика? Ну, Булата, то есть. Он говорит, нет, говорит, я вообще ничего не делал. Мы с Русланом тогда были, у меня подгорело очень сильно. Я говорю, ты че врешь, ты скажи честно. Он на меня не смотрит, смотрит на фейсер, говорит, уберите его от меня, пожалуйста. Я на него наседаю, наседаю, он говорит, сейчас обоих выводы. Я говорю, пошли. Мы уже идем к выходу, я думаю, все, сейчас подеремся, короче. И тут я встречаю девчонку из Москвы, которую сто лет не видел. Я говорю, Руслан, ты что? Ты отвлекся, да? Я говорю, да, Руслан, мы не выходим, говорю, все, мы идем обратно. Он был отпрости, но, типа, так и было. И мы остались, хотя я мог выйти, я не знаю, что там дальше у них было, но я мог. Ну, мне кажется, в таком формате, в формате вечеринок, когда там все не особо трезвые. Кроме этого, ну, это самый последний случай яркий, который, по-моему, было. Куча случаев, когда я мог дать денег, долго не давал, например, это тоже, ну, совесть покалывает все-таки. Хотя я мог помочь, бывало куча случаев, когда я мог сделать что-то нормально, но в силу того, что мне было впадло, я делал это не так нормально, как мог бы сделать. И потом мы с этим человеком ругались, причем по моей вине, хотя ему нужна была моя помощь. Вот, была куча случаев, когда я не приходил куда, когда мне надо было, потому что мне было лень, и я не предупреждал об этом людей, я просто не приходил, короче. И, ну, вот, такое бывает. Дальше. Давай ты, да. Тебя когда-нибудь бросал парень или девушка? Слэш. Раз, два, три, да. 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 Ну, я думаю, это у всех было, и это нормально, это какой-то определенный этап, через который просто нужно пройти. У меня это случилось в школе. У меня тоже. Так что... Хотя нет, меня еще в садике одна бросила девочка, это было очень обидно. Не, правда, я даже помню, что ее звали Наташа. Она была в старшей группе, я был в средней. И мы даже как-то начали это, а потом она выпустилась из садика, я перешел в старшую группу, и все. Вы из-за этого расстались, из-за того, что ты остался? Ну, нам было, мне было пять, ей было шесть, но мы не подходили друг другу. Ну, сложная, да, история. Ну, так-то, да, все основное в школе было. После школы у меня тупо не было девушки, так что... Так вот. Ладно. Уводил ли ты у кого-то парня или, ну, девушку? Раз, два, три, нет. Давай, дерзай. Самые лучшие мои отношения в этой жизни, естественно. Я тогда был в десятую класс, пришел в новую школу. Тогда мы с ней были, ну, как мы с тобой. Мы тогда дружили, типа ничего больше. Мы все время за одной партией с ней сидели, постоянно развлекались, гуляли. Но постепенно, как это бывает, одного начало тянуть к другому. Это была не она, это был я. А у нее был парень, с которым я встречалась 9 месяцев. При этом при всем она любила другого парня уже очень давно. И, короче, ну, бабские шуру, ну, вот эти все. Я не скажу, что я у того, кого она любила, потому что они не встречались, но вот у этого чувака все-таки я, видимо, как-то смог это бить. Может, я себя, конечно, переоцениваю, но я считаю, что она тогда ушла именно из-за меня. Потому что там я поставил жесткий ультиматум. Я говорю, вот, либо ты со мной, потому что я не вижу тебя как друга, либо мы вообще с тобой не коннектимся вообще никак. Видеть я не хочу, говорю, все. Прошли зимние каникулы, я пришел в школу, и она такая... И меня без тебя, говорит, хреновая. Я понимаю, мне тоже, но что поделать? Я тебе все сказала, она говорит, не поменяйте решение, да? Я говорю, нет, она поплакала чуть-чуть. На следующий день пишет, приходи, поговорим. Мы пришли и поцеловались, и вот, оно. Два года счастья. Мне вообще не очень нравится эта формулировка, вводить кого-то. Ну, то есть, все равно у человека есть своя голова, и он сам уходит. Типа, ты же не приходишь в чужую пару, не берешь вот так вот человека за шкирку там, да, грубо говоря. Так тоже бывает. И не забираешь. Ну, нет, все равно, если человек этого не хочет, этого не произойдет. Его насильно нельзя увезти. Можно сделать так, чтобы он захотел, вот он мог не хотеть изначально, а ты пришла и сделала. Ну, в любом случае он же захочет в итоге. То есть, все зависит все равно от его желания. Ну, если, если, я не знаю, как это объяснить. Короче, девушке можно просто мозги заходить так, чтобы она подумала, что она хочет. На самом деле, она может не хотеть, но вот сейчас она хочет. Именно в этот момент, это не значит, что она хочет этого постоянно, она хочет этого сейчас. Так тоже работает, наверное. Ну, ладно. Я так не делаю. Я не знаю, как это работает. Я не в курсе. Ну, короче, не знаю. 50 на 50, ты права, 50, я, наверное, не права. Но я доволен, а ты нет, поэтому вот. А, блин. Это, получается, для меня будет, да? Что-то. Смыть косметику. Это прямо сейчас надо делать? Послеп. Блин, за что? Можно повязкой, я не хочу. Смотреть. Смотреть? Спасибо. Не, погоди, стой, у меня есть идея получше. Смывай. Блин, а мы можем как-нибудь склеить, короче, так что я вытяну другое? Ну, это вообще жесть. За что? Что? Зарду. Это долгий процессор. Да. Я вообще не ожидала, что в итоге я тут останусь без косметики. Ждала каких-то сложных вопросов, но не этого. так что не надо. Ну, я хотя бы раз уйду откуда-то с девушкой и буду красивее, чем девушка. Ненавижу мальчиков и друзей. Все. Все. Пойдем. Спасибо за игру. Я победил. Да-да-да-да. Пойдем. Спасибо за игру. Я победил. Да-да-да-да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!